МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Башкортостана Рустем Хамитов ознакомились с выставкой лучших муниципальных практик республики. Также право представить свой город в новом статусе территории, опережающей развитие, получил и глава города Кумертау Борис Беляев. Борис Владимирович рассказал о работе, которая проводится сейчас для привлечения крупных инвесторов, и о результатах, которых добилась управленческая команда города на данный момент. В завершении Борис Беляев презентовал Михаилу Бабичу книгу о Кумертау и пригласил его поближе познакомиться с городом. 4 марта в городском центре сервиса состоялось открытие развлекательно-познавательного досугового центра для мам и детей. Почетными гостями торжественного открытия стали исполнительный директор Ассоциации организации предпринимательства РБ Ирина Абрамова, глава администрации Борис Беляев и его заместители Ирина Голованова и Наталья Лапшина. Отмечу, что руководитель центра стал получателем средств по программе поддержки малого и среднего предпринимательства в 2016 году. На поддержку бизнеса в 2016 году руководству города Кумертау удалось привлечь более 98 миллионов рублей. Город Кумертау занял третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по уровню софинансирования программы поддержки малого и среднего предпринимательства в России. Спектр услуг, оказываемых центром, значительен. Здесь и Центр развития речи, и Клуб здоровья, и Арт-терапия, Изи-Инглиш, музыкальная студия и многое другое. Борис Беляев поздравил руководителей центра с открытием и предложил принять участие в программе поддержки предпринимательства в наступившем году для того, чтобы развиваться и открывать новые направления. 6 марта в Кумертау в полную силу заработала обновленная регистратура взрослой поликлиники. Изменился не только внешний облик входной группы, но и функционал. Теперь в регистратуре нет окошка, отгораживающего персонал от пациентов. Записавшись с помощью терминала, пациенты дожидаются своей очереди на уютных диванах и при объявлении своего порядкового номера проходит к столу регистрации. Записавшись на прием, пациент отправляется к врачу, куда предварительно доставляется его медицинская карта. Пациенту очень довольны новой системой работы регистратуры и с удовольствием отмечают, что новое введение доставляют как эстетическое удовольствие, так и избавляют от длинных очередей. Глава администрации осмотрел новую регистратуру, расспросил персонала о работе и отметил, что Кумертау стал первым моногородом, модернизировавшим регистратуру по комплексной программе развития моногородов, руководителем которой является Ирина Макеева. Главный врач городской больницы Олег Астахов объявил, что в будущем планируется модернизация регистратуры в других медицинских учреждениях. В конце февраля кумертауские кадеты стали абсолютными победителями второго спортивно-образовательного военно-патриотического слета «Олимпийская зорница». В связи с этим они пришли поделиться впечатлениями с главой администрации города Кумертау. Также на встрече присутствовали родители и наставники ребят. Борис Владимирович поздравил школьников и поблагодарил за то, что о Кумертау благодаря им узнают на таком высоком уровне. Ребята, в свою очередь, рассказали об участии в конкурсе, знакомствах и культурно-массовых мероприятиях, в которых они приняли участие. Также они продемонстрировали фильм о своей поездке. В завершении встречи Борис Беляев вручил кадетам памятные подарки и оригинально оформленный торт, а их родителям благодарственные письма. Уважаемые горожане, просим вас не оставаться безучастными к судьбе нашего города и пополнить своими идеями по благоустройству сайт monogoroda.rf. Чем больше мы соберем идей, тем больше шансов, что какие-то из них будут реализованы при поддержке фонда развития моногородов и администрации. Также сайт предоставляет возможность выбрать улицу, которая, по вашему мнению, больше всего нуждается в капитальном ремонте. Примите участие в голосовании и поддержите родной город. Теперь озвучу основные мероприятия следующей недели. 11 марта в 11.00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» пройдет первенство города по дзюдо. Также в 11.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» состоится соревнование по спортивной аэробике. 18 марта в торговом центре «Кумертау» с 12 до 16 часов пройдет «Дармарка». Цель мероприятия – помочь одной части горожан легко и безболезненно расстаться с утратившими нужность вещами, а другой части позволит приобрести эти вещи абсолютно безвозмездно. Приносите одежду, посуду, электроприборы, детские игрушки и так далее. Если у вас есть крупногабаритные предметы, которые вы желаете отдать дар, то нужно сделать их фотографию и под ней разместить контактный телефон владельца. Это объявление следует разместить на специальной доске, установленной на территории торгового центра «Кумертау». Для удобства горожан редакция газеты «Кумертауское время» с 13 по 17 марта в рабочие часы будет принимать вещи для «Дармарки». Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующую пятницу.